Приветствую вас, дорогие друзья! Не секрет, что в Diablo 2 нет баланса между классами, и каким-то персонажам просто начинать игру сначала, а каким-то очень сложно. Все опытные игроки знают, что наихудший персонаж для старта в Diablo 2 Resurrected — это, естественно, варвар. Потому что это единственный класс, который на 100% зависит от оружия. Если у паладинов и друидов есть какие-то билды, которые позволяют даже с плохим оружием выходить на Хелл, такие, например, как Мишка с огненными когтями или паладин — элементальный зелот, то у варвара нет просто ни черта. Единственный его навык, который не привязан напрямую к оружию и при этом наносит урон противникам, это War Cry — боевой крик. И, как вы знаете, в патче, который предстоит нам увидеть в новом сезоне, этот навык немножечко усилили на 30% и чуть-чуть снизили его стоимость по мане, чтобы она не улетала с такой скоростью, как будто бы вы спамите Фрост Нолу. Что же я решил сделать? Я одел очень дешевого варвара, крикуна, и хочу протестить его на Хелле. Может ли он действительно в дешевом снаряжении с парой спиритов в левой и правой руке попросту закричать монстров до смерти? Я почему-то в этом совершенно не уверен. Но давайте посмотрим, как это будет идти. Итак, варвар у нас 80 уровня. У нас получился War Cry на 1200 урона. Ух. Возможно, мне придется качать ману, потому что какие тут затраты на каст? 30-очка, да? То есть 10 варкраев. Варвар кричит и остается без маны. Если варвар крикун 80 уровня с двумя спиритами и бомжовым шмотом в руках сможет осилить древних, значит, можно сказать, что War Cry Барб прямо очень даже играбелен. И варвары больше не являются ущербным классом, за которых стоит начинать, только заранее купив или найдя себе оружие каким-то другим персонажем. Ну, а если нет, то нет. Господи, мы попали под ауру Conviction. Как же жестко. Как же жестко они фигачат нас. Ну, в принципе, монстры убирают, если на них долго кричать. Такс. Ну, если я, скажем, вложу десяточку в энергию, насколько это изменит ситуацию? Давайте вот так сделаем. Нет. Тоже с основной руки кричать. Не, а вот это уже другой разговор. Вот так мы поиграем. Опаньки. Я так чувствую, нас сейчас просто вот эти вот маленькие ежики уничтожат. Ну, в принципе, это играбельно. Пока что. Потому что я тут хожу под Amplify Damage. Понятно, что это не очень весело будет любому персонажу. Ладно. Давайте-ка я подлечусь. И мы потихонечку пойдем дальше. Так, ну что ж. Я подошел к вершине Ариад. Я думаю, что мне обязательно понадобятся зерии, потому что надежды на нашего мерка нет. Скорее всего, он сразу отклеится. Отклеится. И, наверное, я буду заниматься рероллом древних, если на них появятся какие-то нехорошие модификаторы. И мне будет казаться, что мой варвар не справится с ними. Я набираю зерий в прок, потому что если мерк умрет, у нас не будет инсайта и не будет регенерации маны. Так, вот. А, господи. Вот. Вот так. Очень даже неплохо. По крайней мере, то, что на древних действует Warcry и не действует Лип, это интересная вещь, которую я всегда знал. Ну вот это прям круто. Закричать древних досверти. Как вам это нравится? И Талик тоже стоит. Кажется, кто-то из них Моноберн. Да, это мне очень приятно. Неужели Барб с Warcry безмог? Он закричал до смерти древних. Я бы сказал, что достаточно быстро. Это было сюрпризом для меня, честно говоря. Мне казалось, что бафы, которые получил навык Warcry, они незначительные, недостаточные для того, чтобы с Warcry можно было проходить такие локации без какого-то нереального геморроя. А варвар с криками сделал древних с первой попытки. Вот в таком снаряжении, черт возьми. Ха-ха-ха-ха! Вот это он дает. Понятно, что в этого персонажа бесполезно вкладывать большие финансы. Если вы оденете на варвара-крикуна Энигму, дадите ему два хота в руки, может быть там полный комплект скиллеров, вы разгоните урон Warcry, максимум до 3000 урона с каждого крика. И учитывая даже, скажем, три крика в секунду, 9000 физического урона в радиусе, это все равно будет хуже, чем возможности Вайрл Виндера, Берсерка, да честно говоря, даже и Барба-Метателя. Вот, поэтому использовать этот скилл для фарма на дорогом бюджете, мне кажется, что по-прежнему бесполезно. Он слишком много маны тратит, слишком мало наносит урона, и главное, что он в очень маленьком радиусе работает на монстрах. Но вот если, если вдруг... Ой, нет, мы не готовы с этим драться. Если вдруг вам нужно просто пройти игру, и Варвар ваш первый персонаж, то, вероятно, билд Крикуна теперь будет пригоден не только для опытных спидранеров, которые три года делают одно и то же барбами на скорость, но и для новичков. Да-да, друзья мои. Новичкам теперь стоит взять на заметку билд Варвара Крикуна, двадцатка в Варкрай, и еще около 60 очков синерджи вы должны вложить. Естественно, для того, чтобы получить 80-й уровень к выходу на Хелл, вам придется на Найтмарного Баала хорошенечко так побегать. Но Найтмарный Баал щедрый дядя, с него падает Стоунов Джордан, Шака и много других ценных предметов. Надеюсь, что вам повезет. Ну, что еще мы можем сделать? Протестить этого дядю на графине? Потому что, вот, например, на нашем мерке сейчас надето трейчери. Чтобы у вас было трейчери, необходимо, ну, где-то найти лем. А где вы можете найти лем? Ну, на графине. Ясное дело. А, они же физимуны, да. О них бесполезно кричать. Если кто не знал, тип повреждения у Криков Варвара физический. Это не чистая магия, как там, например, у Банемансера или Хаммердина. Нет, 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 нет. Аля вы не любите. Ну, с другой стороны, можно чуть-чуть увеличить свой физический урон, выдав мерку такую пушку, как The Reaper's Stole. В общем, добирался до графини я где-то минуты 3 или даже 4. Как представишь, что для получения того же лема нужно эту операцию примерно 100 раз проделать. Ха-ха-ха. Немножко Отера берет. Но все же, все же, тут особо ничем Варвар Крикун не отличается от всех остальных пеших персонажей. У него даже есть какие-то преимущества. Довольно безопасно, знаете ли, когда все ваши враги стоят в стане и ничего не могут сделать. При этом стан работает даже на физимунов. Обратите внимание, вот этим существам урон не наносится, потому что они физимуны, но стан на них работает. Замечательно. В общем, за Варвара Крикуна теперь можно играть. Варвар теперь приемлемый старт для нового сезона. Если вы планируете ему большое будущее или в качестве Голдфайндера, или в качестве Френзи, или более, скажем так, поздние билды хотите опробовать, такие как Берсерк и Вайрл Виндер, есть вариант действительно начать за Крикуна с парой спиритов в руках. Вы сможете дойти до Баала, даже если захотите, выполнить все основные квесты. Удивительно, но теперь это возможно даже в не очень опытных руках. Я очень рад за Варваров. Можно поздравить с тем, что они больше не какие-то супер отстающие ребята в Диабло. Ну, понятно, что для любого эффективного билда вам понадобится оружие, но черт возьми, теперь Варвар Крикун может сам бегать, сам добывать себе оружие медленно, мучительно, неэффективно, но сам без помощи специально прокаченной там Сорки, Паладина, Ассасинки или еще кого-то. Это прекрасно, друзья мои, и это замечательно. Играйте в Диабло, делайте это с удовольствием, и до встречи на стримах. Пока!